и всем привет мы дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть арк survival world все также выживал очка все также на официал очки изменилась довольно таки дофига с последнего в последней серии я парни не снимал наверное наверное для меня три реальных прошло вот в общем на счет птера я не помню вы не видели но птер чеку такой от 89 лава у меня есть на вроде бы не видели а может и видели не помню вот такого-то птерчик как видите я ей выносливость уже до 500 догнал так что замечательно и вот такого-то птера вот этот вот это я не помню какого ловла блат а вот это вот 140 ловла был и все просто здорово сейчас ему качаю вес чтобы был 300 вес чтобы мой вес 250 то есть мой вес и свой вес немножечко верен перевозил вот потихонечку раскачиваю все замечательно ну тройка здесь понятное дело в пассивном режиме качается качаем уже дамаг как видите вносливость 500 вес 500 вполне достаточно делки тоже потихонечку раскачиваются так что все просто великолепно и яйца потихонечку иногда совсем редко но все-таки скидывает они мне сегодня пригодятся делаю вяльное мясо как видите заготовки мяса у меня очень полно сегодня позаготавливал яйца дилок яйца дудошек все просто супер здесь у меня все растет все процветает сейчас удобрением не заморачиваюсь его вполне достаточно так как и здесь только поддержание нужно вот этого всего растенец и так далее и как бы когда проголодаюсь я скидываю и сам хабую то есть в целом все просто замечательно так шесть часов а это шесть минут здесь один час все нормально вот и собственно скидываю 5 штучек хабу и все просто замечательно так по металлу по металлу у меня потихонечку все все развивается все делается все строится здесь у меня хранятся ресурсы для строительства здесь у меня хранятся кстати перчатки металлические зеленые в луче нашел все здорово здесь у меня нет всякие предметы здесь у меня посторонние ресурсы здесь у меня уголь храни больше нигде что дальше погнали не не так даже вот так лучше покажу отдаляем 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 вот такой вот у меня плод как видите под сделал не просто так вот ловушкам сейчас я вам покажу более лучшим здесь вполне самобытный плод рифт называется то есть ну плод по сути здесь у меня стоит ящик и ну вы понимаете что для чего мне это нужно томить ангел куда я думаю из названия серии вы поняли что я ангелку собираюсь там как-то как-то я сделал не так что я вот таки по прямой не прохожу это уже фигово ну ладно один не сдохну ладно пофигу как там здесь поднимаешься наверх и собственно спокойно можно стрелять в плод можно спокойно сесть и все хорошо вот как видите опущенная рампа довольно таки низко так что все нормально то есть застревать не будет я уже проверял на себе не застреваю погнали к моей базе да это моя база кто бы что не говорил но вот это халупа это моя база и погнали маленький экскурс вам проведу ну я долго мучился с этой конструкцией во первых много камня потратил и так далее не хотел томить ангелку в пусту в пустоту так сказать чтобы уже строится там эти ангелку и чтобы можем куда-то спрятать навыки строительство плата мне здесь пригодились как видите раз два три четыре уровень очень классно здесь три уровень ну и по углам здесь всегда здесь один уровень дополнительные здесь раз два его там третий уровень как вы понимаете так как был бугорок и я изначально первым фундамент не опустил ниже то мне пришлось опускать их потом хотя знаете лучше немножечко повозиться кто там разовар лучше немножечко повозиться и первый фундамент на пригорочке опустить ну сами видите насколько то есть на уровне 4 5 это будет по крайней мере вам легче всего а потом уже от него все строится так будет намного легче ну да ладно у меня теперь разноуровневый домик и я знаю как это использовать по крайней мере посмотрим пока тренер думаете здесь мой главный домик да нифига вот мой главный домик прикольно да а вот возможность устанавливать двойные стены я использую именно так как видите здесь я уже начал строить второй уровень и потихонечку пойду все это обустраивать и облагораживать ну-ка-ну-ка-ну-ка нет-нет-нет никак а вот потихонечку начинаю облагораживать и вот это будет мой основной домик потолка это будет металл и в целом это все будет скрыто то есть наружу у меня будет большая каменная коробка здесь практически не могу но здесь по факту сейчас вообще ничего нету здесь просто ставить кровати и функционал в этом доме пока что нету пока я все это не построю вот пока я все вот это не построю пока я все вот это не построю функционал в этом доме пока что не будет но как я начну динозавров сюда переносить то все нормально будет хорошо вот как видите домик вполне не маленький все будет рассчитано на то что завожу блин я кстати слишком близко по поспешите стенки сносить буду вот завожу сюда динозавров и у 10 по кругу по периметру где-нибудь там как-нибудь что нибудь где-нибудь я их храню вот место дофига так что все замечательно здесь я поставлю еще один фундамент будет система примерно такая же и все замечательно как видите здесь у меня вот нам будет основной вход для меня ну а здесь об прошли закрыли залезли и давай томить опять ударил реально что такое ну ладно ну так же можно конечно через двери ну это так на всякий случай почему я группе потому что у меня есть винтовка да конечно у меня есть винтовка состряпал винтовку я думаю вы ее уже видели если заметили если заметил то еще покажу я состряпал винтовку я состряпал дротики я просто говоря я очень сильно подготовился ко всему вот этому непотребству под названием томление да я как бы все приготовил все замечательно поэтому сегодня начнем томить анкилка так как это официалка а кстати сейчас полтора x рейта о спасибо большое разрабам реально полтора x рейта это меня просто спасает если бы не они я бы вообще бы эту базу бы не возглаву в таком количестве спасибо огромное кстати томление вообще идет просто махом и по калькулятору должен был потратить почему-то 12 потратил всего лишь сколько я потратил там 6 до 6 ну 12 может 10 я должен был потратить ну просто 150 это 13 киблов надо это просто сороковой что примерно 13 ну 12 может а да наверное 12 тонн потратить то есть там ли не получается 2x вообще тут сейчас это здорово если в том ли не 2x то имея 13 киблов а интернадцать яйца у меня есть вяленое мясо у меня есть сейчас начну варить варить я буду за кадром потому что там внутренняя работа а вот значит все будет просто замечательно и где я смогу притомить практически той блин практически топовую анкилку а это уже много чего значит а что я вечно пытаюсь с инвентаря то скинуть вот собираем бутылочки бутылочки здесь у меня хранятся на тот случай если все-таки у меня перебьют поток на воды шутники кормлю я кстати решил вот эту проблему с протуханием мяса все легко и просто рыба дохнет очень долго поэтому как бы я буду именно на ней выживать точнее мои динозаврики будут именно на ней выживать находясь на базе скидываем воду для этого мне нужно будет нужно будет вяленое мясо вот как даже сутки портишься вообще здорово 13 яиц кстати вот у меня киблу для дудо так что я еще смогу топового ктера притомить я буду томить если в так будет кстати да нефть от подобовал нефти подобывал я добыл ее в она все есть я добыл ее там немножко в проулочек проплываешь и там под водой два камня жемчики тоже там же добыл вообще здорово так вот хочу хотел еще показать вот у меня дрочков как видите чутка лишнего создал и нормально как бы ну винтовка у меня порядке дело обычная где-то на 10 тусуется это вот предмет здорово арбалет сломанный ну окей это мой арбалет так а где винтювка винтювка вот на винтовка все здорово кстати вот на металлические потолки они ждут когда я возведу купол и все я уже смогу застраивать все просто здорово понятное дело я буду делать антонистен на сидел что мне еще нужно мясо взял мне нужно лимон лимонная здесь и мы же были уже верю у меня здесь периодичностью вот так ты перетасовываю чтобы они маленькие стаки восполнялись вот видите он полностью исчез то есть сейчас на один у меня будет меньше исчезать здесь такая же фигня то есть я их потихонечку перетасовываю это хоть как-то спасает жизнь этим растением так ножа варь песок у меня будет достаточно вполне три четыре и волокна волокна маловато будет я щас вам покажу как это все я буду делать насколько это внутренно с моей стороны внутренно и глупо я бы даже так сказал вот но что поделать беру селитру чтобы без лишних отходов было и волокна так раз два три четыре пять шесть три четыре пять шесть на все правильно теперь зажигаем ждем варится все два бутыля расходуется я хватаю выхожу спускаясь вниз набираю обратно захожу и туда-сюда бегу вот так его руки и блада к сожалению ну опять-таки же мне бегать недалеко и на том хорошо в других вариациях когда у тебя стоит котел дома до воды бежать далеко еще хуже но есть краник и все дела но у краник у меня под фундаментом так что я до него бегать не смогу такие вот дела вот так вот потихонечку все и варится 13 киевов есть сейчас реально 2x рейты то я по факту могу притомить где-то около 100 плюс 100 120 level а это уж довольно таки неплохо да если реально так получится то это будет дофига как здорово все тушим пламя опять набираем водичку чуть ниже я кулка бегает надо и бокс не так дальше что у нас это можно скинуть это можно все захавать учитывая что я володин полностью так все замечательно мы шаблоки обратно на базу и селитра обратно в холодильник так у меня тут еще была селитра все просто сдала сейчас что я буду делать сейчас я пойду искать на птере я полечу искать на птере анкилку нужно у милая вам обратно раскидываем чтоб песни в что не так я мог сразу же хоп-хоп махом зают воду и все хорошо отлично пока пускай там будет так что он здесь кстати да я в коже оделся чтобы это чтобы было ночью у меня валялся этот сет так что пускай будет так что у нас дальше давай вот тут я все схеме мне это не нужно будет возьму с собой пару парашютов пару парашютов а вот и пожалуй все че вы не ставь нежно пир чека надо садиться так сна птичка можно садиться теперь на любого у них у обоих выносливость и сотком только здесь здоровья больше и весы начинаю качать ну так как мне сейчас не вес ни здоровья не нужно поэтому можно взять и маленького левла дабы большого лава не потерять выходим вперед да что ж такое и коми и сюда молодец ну все погнали погнали искать анкилок чтобы она уже сюда потом села вот ну понятное дело я сначала найду анкилку потом прилечу обратно сброшу тело сяду на плод плечу туда и уже там буду то есть без птеры я буду сюда его закидывать закидывать в ловушку ну посмотрим что получится глянем глянем что будет дальше вы когда-нибудь задавались как вот такие птеры остаются в воздухе почему они летают в воздухе и почему они притомлены все легко и просто как видите здесь седла нету так что он не упал вниз он просто оставил своего птерчика на берегу хотя рядом стоял дом и он мог поставить его на крышу ну а понятное дело кто-нибудь на него напал типа дилки и вот летает в воздухе чувак птера лишился он его никак не достанет если только через трубу как-нибудь не получится его призвать и все легко и просто вот он летает в воздухе пока сам не умрет с голоду глупые глупые люди порой бывают в этом мире ну да ладно я поехал приел точнее туда смотреть а потому что это полуострове также дофигащи надо дофигащи так сказать посмотрим что получится какой веселый полузараженный дом как будто бы да но чувак спит тесла и вроде бы и металл все есть а крыша очень поставил чувак крыша крыша нужно крыша что что так жирик русские треп тесла горк расти ничего не охота ну так если только чё на это нужно или тогда возьму а так надеюсь чуваки проснуться и все нормально будет а то они даже да ё-моё вы прикалываетесь вы реально даже на пин-код не поставили шкафы ё-моё мне конечно не дерево ничего это не нужно я это сам добываю нормальном количестве а вот еще интересно найдут то возьму но как видите ничего интересного нету так что улетели от слова скачивать и развивается надеюсь они придут и все нормально у них будет их а может уже все сперли как ладно надеюсь все хорошо у него это уже река надеюсь все будет хорошо русский это даже как-то улыбнуло ху-ху смотрите как бобры далеко бывает строится от воды вроде бы и далеко и с другой стороны даже близко но злутать как бы можно но бобер слишком рядом этому от него как-то избавляться но пока что у меня другая миссия останется если чё то злутая только выключил запись сразу же увидел додика 60 лавла конечно притомить было бы неплохо но знаете как бы проблемка в том что он добывает только по факту сейчас камень то есть вообще ничего не может добывать и немного нецелесообразно да он добывает автономно камень и он добывает там вполне его неплохо ну сначала откилку сначала на анкилку томить потому что кибла на них нужно одинаковое в этом вся загвоздка кстати до после последнего обновления у меня просто офигенная прогрузка мира вы смотрите я на туму острове вижу деревья я я я вижу прогрузку деревьев на таком огромном расстоянии и по fps ничего не изменилось практически практически чуть-чуть может поменьше стало но опять-таки же не меня судить не застроенность большая и это такой кайф такой мир стал красивый эти вулканы вот это все все такая классная об новости честно просто здоровски там кто у нас у эксекуционеры неплохая база судя по знамени они еще и на то есть у них уже есть тег развития все дела прикольная база прикольно но забираться по летомел только по лифту либо на риту не но база здравая до такой базе точно тяжело будет подобраться земли не подберешься не доберешься не подберешься а с воздуха но вы сами видели там систему обороны здорово 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 когда-нибудь может быть не факт конечно но все же я такую базу построим может не один может с кем-то на суть в том что я надеюсь когда-нибудь будет такая база и у меня хорошо защищенная и на таких маленьких рейтах но потому что смысл строить такую хорошо защищенную базу там где у тебя рейты 100 x и так далее то есть как был эффект немножко поменьше ой да блин да сколько здесь плотин то аж так охота слезть и залутать ну ладно не будем у нас другая миссия блин недалеко отлетел внизу помните ничего не было шинигами отлично шинигами уже тут строится не знаю кто это но в том что да а вот кто это суть в том что да а у них уже не маленькое развитие ну как не маленькое развитие вроде пытается в металл строится а с другой стороны у меня развитие немножко даже получше я думаю если фототрайб на несколько человек то они быстро довольно таки построиться вот я-то буду очень долго строится в металл да было бы неплохо взять ресурс как-нибудь из воздуха но с другой стороны где их возьму из воздуха ну ничем сейчас если фан килка появится у меня все будет хорошо и все будет и по моему размеченному плану да у меня уже есть план на немало выпусков то все будет кайф вы кстатики царя в планах нету я уверен что я его не притомлю я посмотрю сколько он томится и делал пары с этой даже киболами его манал томить но какого-нибудь только если в пятого леву найду и так далее тогда притомлю конечно вот но на официалке томить даже киболами это просто жуть а кибол достать довольно таки сложновато и не помню какие кибол нужны но я помню что не очень легко не добывается это 100 процентов ладно я дальше искать ну кстати сейчас вот 30 fps показывает мне вот когда вот так перемещаюсь самое минимальное это 22 здорово ёпта база 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 тихо 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 хотя на полузу нажать руку убрал смешки и и чуть на базу не полетел ну вот блин только поговорили про кица ли я ну хоть вообще запись не врубая реально только поговорили поговорили про кица ли вот пожалуйста кица ли двадцатого лава да уж мне теперь интересно сколько стоит ресурсов чтобы его притомить секунду ну 30 леву нужен 20 киблов сица тиранозавра вот вспомнил да из чего несложный хотя может быть и притомлю да и томится будет час если в сырым мясом то это четыре с половиной часа и 159 мяса четыре с половиной часа на 30 леву да такое себе удовольствие а на 150 леву даже с киблами томить три часа кайф да ах кошмар просто жуть ладно я дальше искать анкилку авось найду по правом борту база а знаете что подумал я так подумал пойду короче а в зиму ну и в баню гель реально уже сдолбался уже ночь наступила и в итоге так никого не нашел даже одного а я хочу между прочим самку поймать зачем ну яйца такое нужно вот и как бы поэтому я решил хочу и в зиму но все в бане вот и там уже буду и тому выбор больше и найти легче вроде бы как опять же то пьежа притомить у тебя ну да ладно сейчас я точно так не смогу сделать хотя с новыми возможностями притомить очень даже легко стало когда-нибудь я сниму нормальное видео о том как притомить топи жару где будет все от и до как ее томить кстати если в что именно таким способом которым я хочу притомить топи жару я притомил себе птера ну когда-нибудь вы это увидите а может ближайшее время я захочу и поймает топи жару себе почему бы нет топи жар прикольный вертолет все таки да кстати пишите в комментариях если хотите чтобы я притомил топи жару если будет нормально количество метариев потом там там притомить топи жару топи жара фору и в таком духе но то есть я буду понимать что вы говорите о том что нужно топи жара и либо не нужно топи жара а вот от количества так сказать таких комментариев я буду знать нужно хотите ли вы увидеть какие там топи жару или же нет ну соответственно и птера также самая фигня сейчас забрать и не то для получит к смысле тот способ как я буду томить топи жару распространяется и на птера соответственно птера я томить уже не буду таким способом ну смысле показывать снимать и отправить не буду а вот топи жарку я притомлю и соответственно будет ух ты какая там большая база вот соответственно я покажу вам как можно томить и птера то есть соответственно ну 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 вот она где твоя база точнее ваша база кейт какая у вас большая база я думал их зародили они везде там полу разрушенная база стоит так далее я реально я думал их зародили попробую вот таких зародили и епта меня слагает такого количества фпс конечно такие же такая же двадцатка но праве солнечко что вот это вся гора и все что принадлежит к этой горе это все и все что снизу это их не ребята я реально первый раз здесь летаю поэтому я уже больше не хочу в эту сторону улететь давайте я куда-нибудь улечу подальше парень на рейс а ну да по воде то я плавался нормально кошмар походу вот они альфачи этого сервера слава богу мои базы еще не тронули вы видели кто там в смысле как они развиты матушка родная кошмар я хочу также ну хотя с другой стороны слишком уж большая база для меня одного осталось дело за малым найти и ёптя и тыщут им это типа такой эффект страха теперь а вот утараптор и утараптор господи юти ранус тиранус то дает эффект страха наверно что типа того да этим дает паф я хочу ветерануса он прикольный его еще называют меховой рекс нередко многие так называют ну ладно в зиму то я прилетел теперь осталось найти я еще хочу ставил волков себе сейчас же им ставил эффект стаи сделали так что все просто кайф как у аллазавров теперь у них стая работает так что все здорово эффект что то дамаг на 50 процентов больше защита на 25 процентов больше короче может там типа забывать какой-то баф накладывать и так далее в общем штука кайфовая если честно а ты у нас альфа карнозавр это кровь кратологич не надо окна вот наверх я думаю там я точно найду себе анкилку я думаю внизу они уже все сдохли и теперь 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 ну и не смешно если честно даже обидно в приноту это загонять их тяжеловато будет тяжеловато однако да существуют горные козлы которые белые по скалам и живут, собственно, этим. Но горные мамонты, теперь понятно, как они вымерли. Дураки, здесь нету травы, жрать нечего. Сдохните. Ну ладно, я предупредил. А я всю ангелку ещё что-то как-то не везёт. Ну-ка. Ну да. 135-й. Самка. Это ж... Это ж прям идеально. Проблема в том, что там на пути два Рекса и... уTiranus. И... уTiranus. Блин. А если в... Ну вот так вот звать её, звать за собой? Ну как звать? Бить её и чтоб бежала. Так, бежать, 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 бежать. Бежать? Ты чё ещё? А нет, зарыжена. Они не зарыжены, прикиньте. до сих пор экзекуционеры да конечно зарядишь их ага конечно да да конечно благо я увидел там альфа аж да ладно ты прикалываешься и кстати погоди у ёпта это что сейчас было такое бак погоди если я напрямую с этой скалы спрыгнул то не надо туда в угол прямо в угол к водопаду так здесь я нахожусь а ютира нас уже здесь карната ворман пожалуйста и ки тиранус 6 естественно саркал все здорово да подумаем печалька печалька я не углядел своим здоровьем и я просто сдух от голода черт побери да я все шмотки перекинул короче в это в птерчика и сейчас буду надеяться что я выживу дубы не бежит на ту сторону вообще фуаак вот это реально косяк вот это я и лупить болеем а я так услышал слышу ах крякает как твою мать смотри просто кошмар и вот анкилка здесь фуаак сейчас самка еще восьмидесятого аааа две анкилки да как я их просмотрел то самец 145 твою мать ну зато я теперь нашел анкилку и я надеюсь что птерчик не сядет а будет в воздухе висеть и все будет хорошо так как птер стоит на пассивке и его обязательно завалят ёпт вы уж на левом волке вот именно под такую музыку я хочу бежать именно под такую музыку я надеюсь я выживу это был сарказм ёпт вы уж налево вышибал реально за мной побежали я же замерзаю ой аргентавис аргентавис стой стой подвези меня ладно я шучу чё ты блин еще волки а я смертник и я смертник а я пошел ну ладно теперь пытаться риснуться здесь надо да я нашел я нашел своего птерчика ёк-макарёк и смотри я тут помираю давай 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 ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне я тут скалдухи еще помираю давай 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 оп полетели терпешник свой разобрать чтоб лучше меня не сверкал а то что раздражает да ладно там у тебя в жопу офигеть офигеть что сейчас я делаю лететь на базу надо без вариантов я же нашел нужно себя ангелку так что он все замечательно 80 я думаю мне вполне будет достаточно на первоначальном этапе развития а там уже посмотрим что да когда где тем более это самка как бы это то что мне нужно так что погнали полевые условия есть полевые условия уж не до роскоши как говорится добрался до первого попавшийся костра и уже пожарим немножко мясца а то как-то бредовато оказалось все это дело здорово ну все я все собрал и готов идти и идти и томить себе анкилку да кстати я понимаю что плод у меня с дерева дерево анкила ломает все дела ну я уверен что эти стены выдержать натиск делки пока я оглушаю ну а там как бы по накатанной так что все хорошо я уверен что стены выдержат все-таки у них сколько там 10 хп так что нормально вывезет вот ну и собственно что я взял не взял лук чтобы открыть на себя анкилку я взял винтовку чтобы непосредственно оглушать анкилку я взял киблы кстати у меня там привел на базу делка снесла яйцо я сразу же сделал новый кибл то есть вместе 14 киблов точно должно хватить хотя по факту нужно 20 киблов но сейчас даже если 15 к слову полтора x-рейта то мне этих 14 будет за глаза и точно хватит вот как бы все продумано то есть даже есть не 2 x-рейта все таки полтора x-рейта мне этого будет вполне предостаточно а вот ну и собственно из-за чего я че для чего я все-таки всю эту замуту делаю вместо того чтобы томить сразу на месте но также удобнее то есть я ее оглушаю лежит она у меня здесь так сказать на плоту и все хорошо без лишних заморочек отплывая в море кстати в море то я плыть смогу ха-ха может и не смогу если будет у меня там вот тут кит сраный вот а платформа вроде бы не может двигаться тоже оглушенный динозавр если в эту фигню не пофиксили посмотрим посмотрим короче там будет видно ну сейчас один из самых сложных этапов томлений загнать в ловушку да с этим сейчас я буду испытывать некие сложности во первых нужно правильно припарковаться ну а во вторых все-таки агрот именно того кого мне нужно кстати я здесь себе одел полный сет металла видели не видели показывал мне показывал но в общем полный сет металла ну и конечно же зеленые перчатки чтобы все таки я смог без фейлов обойтись но у меня есть как бы если что две кровати здесь стоит на плоту так что я думаю у меня все получится я надеюсь что у меня получится и я уверен что у меня все получится вот как-то так то а там уж выбирайте сами так теперь окошки не просто у меня а вот это к твоя карма а ветерану сахты скотина ангелки где-то там ладненьким погнали искать место для парковки блин вижу около берега самца анкилозавра 55 но это самец мне нужно самка именно чтобы яйца скидывали так как здесь рейты маленькие там томятся очень долго поэтому не нужно сразу же томить именно киблами вон она 95 л а че думал что она меньше лавов но 95 лавов тоже хорошо ладно надеюсь все будет хорошо давайте припарковываться даст и прикалываешься это что там за чудо такое ядрите мадрид так а ты зато так издалека выгляжки у твою что ли это здоровый балда ну ты почистил сдохший я очень рассчитан на то что ты сдох лишь все таки не хотелось не хотелось бы мне с тобой встречаться в открытом бою я бы так сказал но самца ангелку по ходу дела сейчас завалит где-то здесь был на всякий случай взял голос чтобы если что ловить волков ночью короче все будет плохо есть фон не нападет ахата мамонта не все полу сдохшие там волков волки на них напали все дела вот это кольцо это типа время фигово подождем кстати напишите в комментариях про и тирануса это он вызывает карначей что ли или это они сами к нему пристыковались так как он их типа такой лидер все дела лень искать олень искать честно а где самка 80 уходит о ебты вот на самка 80 самка 95 где-то там подальше находит вон на на 25 конечно будем томить и тиранус как вы видите очень далековато от меня так что я рассчитываю на то что он ко мне не сюда не придет а вот самец 25 лэвла блин видите дофига сразу же анкилок нашел а потому лесу летал блин вообще никому никак не зачем подожди это ты это точно ты на 90 ковы за мной так ну а теперь будем надеяться что все будет хорошо мне надо окольными путями вывести только не отагривайся отлично погнали я очень рассчитываю что у меня все будет да надо нужно не забывать смотреть за спину тоже там потому что в этом такая пара слышь твою мать стая сраная стоя будучиных волков ненавижу вас я чё отцепился от стаи до козлина ох твою мать это же был там больно было отцепился от стаи все говно это и есть говно сволочь ты тупая валите мою анкилку что по соблюдке все-таки это самый сложный этап развития самый сраный мать его сложный этап развития поимки куда скотина ты так легко легко от меня избавишься я легала съедрить я нафиг сволочь ты я такая ну нет у меня больше чем добывать тогда будем но и санкилками каранты там настанет такими темпами кое-как избавился от этих сволочей просто кошмар завалил их до завалил получилось завалить это было тяжело это было тяжело это было потно и я полпадзвы и разнес на нафиг да все вот эти дамаги которые видите это нанес именно я потому что я бил пика и попадал по зданию и это вполне нормально ну ладно самое главное избавился и на том хорошо надеюсь анкилка хоть какая-нибудь ну хотя 80 его жила и на тебя-то конечно уже нет я думаю ну хотя бы такая я надеюсь и как-то все печально надо может ресурсов добыть что ли а чем это буду мне дыбать то нечем кирки то нету не жизнь и сплошное выживание какое-то кошмар до каменные инструменты металлической брони и каменные инструменты все-таки надо было брать с быстрее то ему зачем они нужны злочью в натуре шар мясо сижу блага выбил о умеешь мясо было ёптель-моптель вот это я не ожидал что я его так ему так обрадуюсь здорово в тепле будьте и сытый вроде давай посмотрим анкилки там есть вообще на горизонте или нет отстава на подставе просто кошмар какой-то ну они все там за холмом да уж ну ладно отхиляюсь хотя бы то согреюсь это хорошо день настал и все просто замечательно пережил эту зиму что сюда плавать в более теплые края и уже стало легче полностью отхилялся пытался ночью сбегать но фигня но как оказалось самое главное это немножечко подождать вот на анкилка 80 лава самкам все что мне нужно так все замечательно и кстати до меховые меховая парня у меня не изучен нам вот на обезвоживание но ядрить манди забыл про него меховая броня у меня не изучено так как я немножко в этом не вижу смысла кажется нужен чем-то жертвовать жертву чем-то крайне полезным так я играю в соло за счет в счет меховой брони я не вижу смысла так как в зиму я бегаю мало поэтому и смыслы немного не вижу ну все беги за мной давай быстрее блин я и хочу давай 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 не отставай вперед давай 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 за мной за мной вперед мы почти близко блаженная жидкость такая как вода это просто нечто особенно когда хочешь сильно пить давай 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 уже почти рядом я не бьет отлично тогда на всякий случай отгоним все здорово ну вот только тул стали стала бить без причинно даже как-то обидно стало вроде не трогал ну ладно будем томить а падает 2 неплохо 3 успокаивается 4 5 6 7 и все мимо вот это вот 6 было а вот это вот 7 стой 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 ну куда ты бежишь 8 9 10 10 еще не спит отлично 11 12 где-то около 15 должно быть о 12 здорово все кибелки и вперед отлично так тротики не соберутся никак жаль очень даже жаль такс чё я хочу проверить там так ну ка ну ка ну ка таки исправили что ли эту фигню отлично фух значит повезу на базу здорово здорово одна кормежка 8 процентов замечательно а я уже на пить на пути домой ну так сказать полпути проехал здорово доплыл пока плыл собственно две кормежки уже прошло замечательно осталось совсем немного ну а пока надо приготовить седло седло штука нужная так на 36 левлю можно открыть металл кожеволокно ну вот пока делал седло уже третий раз пахало вообще супер просто замечательно это примерно будет 12-13 кормежек все киевы захавают такие вот дела так что да в придирочку но в целом получает сколько мне 14 киевов а по факту до такого леву нужно примерно то есть для 90 леву 21 для 60 15 то есть а факт нужно было делать о еще еще похавала супер по факту около 20 нужно потрачу 14 15 примерно 14 12 ну да все таки полтора x рейт примерно это здорово 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 просто офигенно я уж думал придется маленького левела там эти 80 левела вполне неплохо и плюс 39 левел запас может 38 будет но не факт это при том случае если мне придется ягодами докармливать но не факт ну вот собственно антилка и притомилась ах ладно никак не будем называть все просто здорово давайте посмотрим сколько киблов осталось потому что она по идее должна была не киблов да один кибл все таки остался здорово один кибл остался это замечательно пойдемте скинем его скинем его ну и конечно же протестим так что у нас тут во время ооо ночь только началась и я вообще если что сам только что отходил как бы прихожу только сел оп антилка притомилась ну ах замечательно так халантин точнее термошкафчик ну все здорово да я там просто еще плот отремонтировал весь свой ну погнали так погоди 119 лвл все здорово 80 плюс 39 119 то что нужно давайте посмотрим вес на 30 прибавился здоровье вроде бы тоже прибавился вносливость 500 должно хватить мне так что будем вес урон качать но опять таки же вес если будет нужен что-то я вылетел сильно этого достаточно будет ну алё алё недостаточно эээп дааа уж нафиг пол стены разрушил пол плота я бы даже так сказал разрушил И плавает она быстренько, так что всё замечательно. Но погнали, на первом же камешке посмотрим, какова будет добыча. И... Раз. Камень-кремень, кремень-камень, затушить металла. Ну, конечно, да, камень добывает всё-таки не очень. И я думаю, нужно будет притомить... Какого фига там за свет? Непонятный. Вроде не рассвета, какого фига свет? Да, свет ещё далеко. Так. Чпунькс. Ну да, нас с камнем не очень, зато метальчик будет добывать всё вполне неплохо. Так, погнали, посмотрим, что у нас тут с ягодками. Потому что я знаю, что там что-то они исправляли, исправляли. А, всё нормально. Теперь он хавает как положено. То есть на правую он чистые ягоды собирает, а на левую он собирает все остальные ресурсы. Дерево солома. А точнее, практически солома. И всё здорово. Ну, что я могу сказать? Придётся додика всё-таки томить. Кто бы что ни говорил, а точнее, что бы я ни говорил, додика томить придётся, так как камешек добывает, анкилка, ну, так себе. Выносливости вполне предостаточно, так что вес сдаётся скачать. Такс. В итоге, ну да, вполне неплохо. Кремень, камень, селитра. Селитра, в общем, одним словом. И, конечно же, металь. Ох, да. Просто. Просто обалденно. Хе-хе. Два металла, это 0,5. 0,25 веса вместо единички, то есть четыре раза меньше весит металл в инвентаре у анкилки. А это означает, я смогу спокойно газовать и лутать металл в том количестве, которое мне нужно. Кстати, скорость передвижения качается. Хм, так что есть смысл задуматься о том, чтобы и скорость передвижения качнуть. Да, а ещё, походу, сейчас придётся сначала тебя в свою халупу закидывать. А здесь и так места мало. Кошмар. Ип. Давай, 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 и так, серёжа, затянулась. Эх, ладно. Новый заход. Ну, чё могу сказать, зато плавает быстро. И металл, конечно же. Камень, это, конечно, хорошо, но мне уже пора в металл переработываться. Не влази, гетт, не влази, гетт. Ну, да и бог с ней. Придумаем чё-нибудь, придумаем. Так, сначала вот так вот. Блин. Вот так вот. Еп. Терчика. Вот сюда. Куда-нибудь, куда-нибудь туда. Да, они сейчас будут друг на дружке тут все стоять, и это будет так выглядит глупо. Ну, а что поделать? То вот так вот делаем. Еп. Да что за безумие творится у меня на экране. Отлично. И вон там где-то терчик затусовался. Ну, давай где-нибудь, куда-нибудь. Опаньки. Отличненько. Ну вот, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Осталось только самому вылезти отсюда. О, да. Ну, всё. Осталось подлутать камешка, наделать свою базу, и всё будет хорошо. Вот. Это уже неплохо. А вот сразу в металл буду переделывать. Прикиньте, сразу же будет металлобаза. Ну, конечно, больших делов до него ещё добраться. Ну, а в ближайших планах у меня что-то нечто другое. Хотите узнать что? Смотрите следующие выпуски, и тогда будете совершенно окончательно и бесповоротно в курсе всех моих событий, изменили в плане развития. Ну, а на сегодня уже точно всё. Всё, серия получилась очень долгая, и вы не поверите, но вот эти вот три с половиной часа моей жизни всё-таки были потрачены не зря. Анкилка 120-го теперь уже левела, у меня стоит на базе, и всё просто здорово. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. На этом всё, всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.